Привет, с вами Ирина Притулова и программа «Звериный инстинкт». И сегодня мы поговорим с вами, почему плачут крокодилы и откуда взялось выражение «крокодиль и слезы». Итак, неужели крокодил на самом деле такой сентиментальный, что проливает слезы над своей жертвой? Очень долгое время люди думали именно так. Даже в одном из русских азбуковников, своеобразных словарей 17 века, в переводе на современный язык о крокодиле, рассказывается примерно так. Крокодил – зверь водный, когда ест человека, то плачет и рыдает, но есть не перестает, а голову от тела оторвав, смотрит на нее и плачет. А может это слезы лицемерия и таким образом крокодил просто издевается над своей жертвой? Нет, подобное к числу звериных инстинктов не относится, только человек способен на такое. Хотя крокодилов, конечно, тоже милашкой не назовешь. Не случайно египетские жрецы считали их воплощением божественного зла. Их кормили и к ним обращались с заклинаниями, чтобы усмирить гнев. Кровожадность и коварство крокодила послужили поводом для удивительных фантазий. Например, древнегреческий ученый Элиан в своем зоологическом трактате писал, что крокодил, набрав в рот воды, специально обливает ею крутые тропинки, по которым люди и животные спускаются к реке. Как только жертва подскользнется и упадет, крокодил подскакивает к ней и пожирает. А пожирая, льет слезы. Так вот, самое удивительное, что крокодилы, поедая пищу, на самом деле льют слезы. Вернее, у них из глаз течет жидкость, которая далека от слез. То есть никакого отношения к жалости не имеет. Как выяснили ученые, все дело в том, что система выведения соли из организма у крокодилов несовершенна. И специальные железы, которые помогают выводить из соли, находятся недалеко от глаз. Вот почему во время работы этих желез и появляется жидкость, которую ошибочно принимают за слезы. Эта теория объясняет, почему крокодилы плачут во время еды не всегда. Итак, крокодиловые слезы – это вовсе не слезы коварства. Ну, вообще не слезы, если честно сказать. Но при этом выражение, вошедшее в обиход многих языков мира, останется, наверное, надолго. Уж больно оно точное. Ведь несмотря на то, что наука уже давно объяснила, почему крокодилы плачут, люди продолжают использовать это удобное и красочное выражение. Сегодня фразу «плачет крокодилими слезами» вполне можно назвать интернациональной, поскольку ею пользуется большинство народов планеты. Очень точно и емко этот фразеологизм характеризует неискреннего и лживого человека, прекрасно передавая суть его души. Так что плачут или нет крокодилы на самом деле совсем не важно. Гораздо важнее то, что у людей очень часто текут потоки притворных слез, которые вот как раз и можно на самом деле назвать крокодилями. С вами была Ирина Притвула. Пока!